Как не навредить клиенту? Такой вопрос часто задают мои начинающие коллеги, психологи, и очень хорошо, что задают, потому что вопрос правда важный. Экологичность, этичность нашей с вами работы, она очень-очень сильно важна, по крайней мере для меня. Поэтому разберу сегодня в видео этот вопрос, надеюсь, что, в общем-то, смогу ответить. Меня зовут Кудрябцева Кристина, я психолог, практикующий, основатель и руководитель Европейской школы психологии. Итак, как же не навредить? Ведь действительно, мы с вами, как психологи, работаем с очень тонкой субстанцией, с человеческой душой, психолог от слова «психи», душа, поэтому вопрос такой ставить себе нужно, с одной стороны. С другой стороны, человеческая душа – субстанция тонкая, но не хрупкая, и она не как, знаете, не фарфоровое блюдце, не так-то просто ее разбить. На самом деле психика человека может быть организована на трех уровнях, есть три уровня организации личности. Первый уровень – это психотический. Этот уровень отвечает организации психики у младенца, вот как человек рождается, младенец рождается, он на психотическом уровне, то есть он очень-очень хрупкий, там защит психических практически, ну их не практически, их нет. И если происходит какая-то, что-то очень сильно травматичное происходит, человек так и остается на этом уровне, он остается психотиком, он остается на психотическом уровне. Следующий уровень – это пограничный, второй уровень, и третий уровень – это невротический уровень. То есть так развивалась психика людей в процессе эволюции. Наши самые-самые древние предки, они, в принципе, их психика еще не развилась выше психотического уровня, они не отделяли себя от окружающей среды, они не отделяли себя от других. На психотическом уровне все слито, все одно, то есть «я» еще не выделено, и такой вот уровень организации личности, организации психики. И точно также этот же путь мы повторяем каждый с рождения до взросления. Сначала идет психотический уровень, потом пограничный, и потом невротический. Невротический уровень – это уровень здорового человека. Здесь не надо путать с неврозом. Невроз – это, скажем так, болезнь на невротическом уровне. Психоз – это болезнь на психотическом уровне. Очень так вот, знаете, схематически на пальцах, как можно объяснить. Невроз – это, например, когда у человека возникает какой-то необоснованный страх мышей, вот боится человек мышей, он боится, он может немножко дрожать, потеть, сердце колотится и так далее, то есть этот страх есть. Но при этом он сохраняет осознание, что, в общем-то, он сидит в офисе на тридцатом этаже, и мышей здесь нет, и быть не может. То есть у него сохраняется вот эта здоровая наблюдающая часть, которая понимает, что происходит. Другими словами, у невротиков есть хорошие психические защиты, достаточно крепкие. Это невроз – это вот так. Психоз – это когда я сижу в офисе на тридцатом этаже, а мне кажется, что мыши уже меня доедают, понимаете? То есть это сильное искажение реальности, когда я свой страх принимаю за действительность, мне кажется, что это реально так, и вот мыши уже грызут мои мизинчики. Это вот такое искажение сильное, другими словами, психических защит очень мало, и страхи, какие-то фантазии нездоровые и так далее, они как будто бы переходят в реальность, и человек начинает их переживать как реальность. Опять же, это пример, который я привела, очень такой схематический, показывающий. Понятно, что в реальности есть много-много нюансов, но я думаю, что какая-то модель у вас внутри сложилась. Так вот, какое это имеет отношение к нашей теме «Как не навредить клиентам»? Если мы работаем с людьми на невротическом уровне, навредить практически невозможно. Почему? Потому что у психики есть хорошая, нормальная, адекватная защита, и слишком сильного вторжения в себя она просто не допустит, человек просто будет блокировать их. Если вы работаете с людьми на пограничном уровне или на психотическом уровне, вот там навредить очень даже можно. Поэтому своим студентам в европейской школе психологии я советую, рекомендую настоятельно первые несколько лет практики работать только с невротическими клиентами. Это в целом большинство людей, то есть большинство людей, абсолютно больше 80 процентов – это невротики. И люди, которые обращаются к психологам, они практически все на невротическом уровне, потому что на психотическом там очень редко даже есть деньги у человека для того, чтобы оплатить работу психолога, потому что как-то их надо заработать. Поэтому, в принципе, большинство людей наших клиентов – это невротические клиенты. Но для того, чтобы у вас была техника безопасности, для того, чтобы вы могли быть уверенными, что клиент, который к вам пришел, он невротик, в самом первом модуле нашей комплексной программы подготовки психологов мы даем технику безопасности, как различать клиентов на разных уровнях организации личности, и брать клиентов на невротическом уровне, и спокойно, эффективно, экологично и результативно с ним работать. Когда у вас уже будет практика, хотя бы два года регулярной практики с клиентами, вы можете брать также пограничных и психотических клиентов. На психотическом уровне желательно работать параллельно с психиатром, это уже такие тонкости. Поэтому отвечаю на вопрос, как не навредить клиенту, когда вы только начинаете практику. Берите невротических клиентов, просто изучите, я не знаю, если вы там в других программах кто-то это дает, кто-то не дает. В общем, изучите вопрос, как различать клиентов на невротическом уровне, на пограничном, на психотическом. И берите тех, кто на невротическом уровне, и тогда навредить там практически невозможно. Самое худшее, что вы можете сделать – это не помочь. Это тоже не есть хорошо, но это не навредить, это чуть про другое. Но опять же, даже не помочь, если у вас есть инструменты, если вы где-то обучаетесь, получаете какие-то знания, тоже не помочь как-то, в общем-то достаточно сложно, потому что наша психика нацелена на исцеление. Точно так же, как тело, вы порезали пальчик, что происходит? Сразу же тысячи клеточек или миллионы, не знаю, включаются и начинают работать для того, чтобы исцелить эту раму. Точно так же психика. И если человек к вам обращается, вы даете ему поддержку, вы используете какие-то инструменты и так далее, вы активируете этот процесс, а дальше все психика делает сама. Вот так вот мы настроены, мы такие существа, такие системы, которые настроены на самоисцеление. И психолог просто как активатор в некотором смысле. Поэтому, пожалуйста, с одной стороны важно, что вы задаете себе такой вопрос, изучайте про уровни организации личности, изучайте, как различать разные уровни организации личности. Берите клиентов, которые уверены, что они на невротическом уровне, и смело с ними работаете, будете давать им хорошие результаты. На этом все, с вами была Кудрявцева Кристина. Больше, кстати, об уровнях организации личности тоже у нас будет на открытом интенсиве. Совсем скоро «Секреты профессиональных психологов» под видео ссылочка, регистрируйтесь, и увидимся в прямом эфире. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Все, до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова